вот здесь некоторые экземпляры, да вот экземпляр, но сказать что он не выжил или что-то с ним уже все, можно поставить на нем крест тоже нельзя, потому что хвоя не опала, иголка не опала, она живая, постараемся выходить, итак сегодня 5 января, а у нас до сих пор нет снега, и сегодня мы рассмотрим, боятся ли хвойной такой погоды, при которой зиму нет снега, сегодня было минус 5, и так вот ель к примеру, она не боится ничего, потому что она в притенении, я уверен сейчас обещают у нас и снег, и морозы до 20 градусов, уже были морозы до 20 градусов, но главный вопрос, который задают, это выдержит ли она морозы больше, ель колючая выдержит до минус 45, я вырос в Якутии, я знаю о чем я говорю, поэтому не переживайте, ничего с ней страшного не будет, естественно желательно, чтобы ее накрыл снег, и она полностью ушла под снег в зиму, но я думаю в северных регионах это возможно и нормально, она не поломается, ничего с ней не будет, это ель очень крепкая, что касается туи, да туи надо укрывать, и мы сейчас посмотрим, подойдем, здесь около 700 штук у нас, если вы помните, кто следит за нашими каналами, подписан, я снимал ее в жару, жара тогда была больше 40 градусов тепла, то есть очень жарко, и она практически вся выжила, вот эта из 700 штук одна такая, ну здесь вот есть чуть-чуть, но эти точно живые будут жить, и вон-то чуть-чуть, ну все будет нормально, я уверен, ничего страшного в этом нет, зима без снега, это конечно плохо, но сеянцы, саженцы, которые уже прижились, они были посажены весной, простояли лето, проросли лето, они дали побег, они выдержат любой мороз, и которые посажены в осень, тоже выдержат, главное смотреть потом весной за поливом, то есть поливать надо хорошо весной, когда сойдет снег, нет их не надо будет ели, не надо будет точно, если вы ее посадили только что, не надо, пусть уходит под снег, и это будет только лучше, во-первых, у них будет и теплее, но опять же замечу, что мороза они не боятся, все растения, которые выращиваем мы на питомнике, хвойный дворик, они мороза не боятся, запомните это, пожалуйста, и вопросы, которые вы задаете, да, они будут все равно, я понимаю, но мороза не боятся, она неприхотлива, мы поэтому и выбрали те виды, которые более неприхотливы к посадке, получается вот эта скольтилетка, это получается у нас шестилетка, но она была очень маленькая, поэтому я ее сюда рассадил и выходил, она сейчас пошла и на следующий год, я думаю, она стартанет, продавать мы ее навряд ли будем, поэтому подождем еще год, до следующей осени, там у нас еще есть где-то штук 300, ну да, ну бывают такие, вы понимаете, что люди все разные, ель тоже растет, она когда после переборки, мы вам отсылаем покрупнее, остаются маленькие, потом мы маленькие рассаживаем, получается вот такая вот история, что шестилетка у нас меньше трехлетки, поэтому скорее всего, скоро я даже перестану писать о том, что вот эта шестилетка, пятилетка, просто буду размер выставлять, ну большие, конечно же, чувствуют себя прекрасно, ну вот, вот те вот туя, восточная у нас стоит, туя восточная, ее желательно обвязать, конечно, если я успею за сегодня обвязать, значит получится, если не успею, то нет, снег, если и развалит ее, то к весне она прекрасно все восстанавливается, так что не переживайте, если у вас развалилась снег, снегом обвязывать каждый год тоже не есть, потому что все работают, все заняты, вот туя колумна, например, она, ну если ее развалить чуть-чуть, то здесь подойти, стрясти этот снег не проблема, и пусть она стоит так, ничего с ней страшного не будет, ну к примеру, вот здесь сформированная, сформированная туя, она вообще снег удерживает очень хорошо, это колоновильная коломна, ну брабан, соответственно, я скорее всего буду убирать его отсюда, переносить на тот участок, на который мы сейчас поедем, посмотрим там однолетку, а брабан скорее всего развалит, но опять же, это можно какое-нибудь приспособление сделать, я обычную швабру беру и стряхиваю снег, ну как снег выпадет, я думаю мы с вами снимем еще ролик и посмотрим, что с ними со всеми случилось и как они себя чувствуют под снегом уже, это еле в принципе все равно, она уже большая, крупная, сосне тоже я думаю все равно, снег на нее ляжет, ничего страшного не будет, такие стволы по-моему выдержат все, здесь у нас сосна и ель, вот эти вообще ничего бояться не надо, снег на них упадет, как упадет, так и сойдет, даже полностью сугроб будет, если где-то у вас в северных регионах уже снега, она покрыта сугробом, это ничего страшного, единственное следите, когда макушка выйдет из-под снега, и на нее будет в мороз бить солнце, это может ее обжечь чуть-чуть иголочки, ну и то она потом восстанавливается, ну желательно что-нибудь представить, когда 30 градусов мороза, конечно, это не есть хорошо, но это ничего критичного и страшного нет. Это у нас туя-абрабант, но я ее не формировал, формировал вернее, ну просто не успел доформировать, здесь она, я шаром хочу сделать, полностью круглая, вот один шарик, вот второй шарик, здесь у нас и можжевельник виргинский, тоже шаром тут идет, ну если его подальше отойти, видно будет шар. Вот эту туя снегом очень хорошо разваливает, эта туя шаровидная у нас, ну она медленно растухая, эта туя нано, она в разные стороны, но потом опять же все восстанавливается, прекрасно все себя чувствует, ну сосна у нас горная, тоже прекрасно восстанавливается, а вот здесь у нас вот такой вот получилось из туи восточной, если вам открыть, показать, тут пенек, вот он, пенек, я специально срезал, оставил чуть-чуть и вот так будет шарик, ну жалко было ее, но ее просто уже некуда было, а выкапывать ее, она пошла из семечки, было очень трудно и я боялся, что не смогу ее пересадить, ну здесь у нас грядка, как бы для тех, которые плохо прижились и вот мы рассаживали их сюда и сейчас они более-менее уже ожили, здесь у нас может быть помнит кто, кто следит за нашим каналом, эта туя книжка была с белыми побегами, которые название придумывали, и вот он этот побег, он высох, ну в принципе, она сама по себе неплохая, я думаю. Флэн, ну и сами тоже часто вопросы тебе задают по поводу цвета, вот даже вот по туи вот этой, что она коричневела, типа пропала или что? Нет, это не пропала, если туя у вас гнется, я еще раз говорю, так же как говорю в видео, то с ней все нормально, ничего страшного с ней нет, ну это еще не сильно коричневая, а потом, сейчас вот здесь посмотрим, там более коричневая, это ель тоже колючая, самшит, ну самшит вообще под снег желательно, если у кого-то есть, ну самшит в основном южные регионы, поэтому здесь у нас лиственница, лиственница, вот она опала, пойдет весной, но я постараюсь пересадить, то и околоновидная колумна тоже, цвет меняет, но все отойдет, все будет прекрасно потом расти, ну а вот здесь у нас рассаженная трехлетка, то есть мы ее рассадили двухлеткой, она сейчас трехлетка, то есть видите цвет меняет, со временем все отойдет, и я думаю потом вы увидите, кто останется на моем канале, что я буду снимать про нее обязательно обзор, она будет уже в этом весной, навряд ли она уйдет, мы ее будем продавать, а на следующую осень она будет хорошая, подрастет и четырехлетка из нее просто бомбическая будет и красивая, ну может быть и в этом году конечно уйдет, это туя колумна, да вот можно видеть, да сейчас она кажется разляпистая, но потом она набирает и четырем годам нормальный цвет, у некоторых вообще она темная-темная, но еще раз повторяю, если она не ломается, то значит с ней все в порядке, Жень, ну и вопрос же, что она тоже под снег же, если вот сейчас навалит, да вот насчет снега, вот вот этой туи ничего страшного не будет, она восстановится и нормально пойдет, ровненькая будет, а если у вас вы саженцы поменьше посадили двухлетка, то ее желательно прикрыть, но здесь вы видите притянение с той стороны, притянение с той, ну а солнце у нас как раз вот на нее и бьет, вон солнце, у нас вон там, оттуда идет солнце, это сейчас оно зашло чуть-чуть, а так в мороз, когда градусов 20 и она бьет прямо на нее, конечно же ей тяжело, но я еще раз повторяю, мы выращиваем сорта те, которые очень неприхотливые и приживаются до минус 45, и то я думаю, она выдержит намного больше, ну а сейчас мы поедем на участок, посмотрим, что там у нас, ну можжевельнику скальному, например, все равно, за что я может быть боюсь, это вот кипарисовик, кипарисовик, конечно, это дело тонкое, как говорится, он на югах растет, один у меня был очень красивый, полностью выгорел, была такая же погода, а потом резко мороз, без снега, он полностью выгорел, пришлось его удалять, убирать. Кстати, про него постоянно спрашивали, а что это за растение? Да, да, и постоянно хотели купить, я их не продаю и не культивирую, потому что, ну вот, хотя шишечки на них, там семена очень маленькие, возможность культивировать и выращивать его есть, поэтому я просто не берусь за него, потому что он довольно-таки прихотливый, мороза боится, за что я не могу отвечать, это вот за него, за остальные растения, которые выращены у нас, я полностью, даже пихта кавказская, которую мы сейчас поедем смотреть на участке, маленькая, она выдерживает, я знаю, при мне выдерживает минус 35, а если она уйдет под снег, это плюс 5 градусов минимум. Кстати, за пихту тоже очень много вопросов, будет ли она у нас жить, не пропадет, не пропадет, если, смотрите, если растение у вас прижилось, то она вряд ли у вас пропадет, дальше манипуляции, вы можете там, пока она маленькая, хрупкая, год то есть притенять, год укрывать ее, но потом она, когда приживется уже, я не думаю, что она у вас пропадет, потому что, ну, уже на собственном опыте могу сказать, что прижитые растения не пропадают, единственное, в какой-то момент можно будет ее просто или укутать, или притенить, это будет, ну, когда мороз у вас, например, вы видите, что, ну, это особенно касается северных регионов, если южные, то просто желательно притенить и все, и забыть про нее, а сейчас мы поедем на участок, увидим, там, там однолетка, у нас, некоторая уйдет под снег, некоторую мы накрыли, гидроизоляция, даже чтобы снег не подавил ее, но это тоже не самое главное для нее, главное, чтобы она была прижитая, если она у вас прижилась, то я не думаю, что у вас она погибнет, это сосна Веймутова, сосна Веймутова, вообще выдерживает, до 50 градусов мороза, но ее не культивируют на северах, ну, опять же, самое главное, повторяю, в пятый раз, если она прижилась, то она пойдет у вас, ей никакой мороз не страшен, очень хорошее, красивое дерево, ну, тис, тис это южное растение больше, вот он обгорает, вот это ожоги, ожоги в мороз от солнца, если бы он был притянен, он был бы весь такой, вот видите, с этой стороны, к примеру, с этой стороны, все прекрасно себя чувствует, а здесь верхушка, попадает солнце и все обгорает, ну, ничего страшного, он опять же, весной восстанавливается, темно-зеленый, прекрасное растение, ну, что вам еще рассказать, ну, туя западная, практически вся, какая бы она ни была, поймите, уважаемые друзья, подписчики, зрители, какая бы ни была туя западная, она выдерживает очень большие морозы, до минус 45, я на нее даю, любая туя западная, восточная, да, ну, и то восточная, если она прижилась, то она себя ведет довольно-таки хорошо, ну, можжевельники тоже практически все выдерживают, ну, там у нас магония под дуболистная, да, она красным цветом становится в мороз, как раз, ну, тоже не погибает, ничего, выдерживает, при мне она выдерживает минус 35, ну, еще что вам рассказать, я еще могу рассказать, вот здесь у меня есть ель обыкновенная, не деформис, подушковидная, тоже очень устойчивая к морозам, проблем нет, ее накрывают снегом и все, ну, когда нету снега, конечно же, она тоже обгорает, как и все ели, в принципе, без снега они обгорают, ну, обгорают вот кончики, ну, это ничего страшного нету в этом, вы поймите, что к весне все восстановится и все пойдет, и вы этих иголочек не увидите, желтеньких, красненьких, рыженьких, ну, эта подушковидная тоже будет пересаживаться, она даже черенкуется и довольно-таки прекрасно черенкуется, как и коника, то есть вот, вот эти ель канадская и не деформис, то они черенкуются, а остальные ели, увы, особенно ель колючая, постоянно голубая, просит, как зачеренковать, у вас черенки, не черенки, ну, здесь у нас еще вот она одна, ну, можжевельники это ель обыкновенная, ну, она тоже неприхватлива, ну, ель обыкновенная, это само собой, ель обыкновенная, я знаю, что и в Якутии, в Тундре растет, я сколько там прожил, она постоянно растет и прекрасно себя чувствует, и минус 68, я вам гарантирую, что она выдержит, причем она у нас здесь на солнце же, да, прям летом, и плюс 50 тоже выдержит, ну, единственное, вот, конечно, вот за большие еще, за большие вот туи колоновидные, я немного опасаюсь, потому что снег их разваливает очень хорошо и они вот такими становятся, приходится действительно брать что-нибудь палку, лисуабру, стряхивать снег, ну, у нас снег выпадает один-два раза в год, они уже высокие, да, это сколько, да, это метров шесть, наверное, уже есть, ну, то есть, это не обрезанная, я там уже в процессе, думаю, потом обрезать это все, и не знаю, ну, например, по метр-три оставить, тумбы сделать из них прекрасно все будет, ну, чтобы уже не заморачиваться, а или, не знаю, посмотрим, оставим, может быть, для семян, семена, я думаю, прекрасные все будут, ну, что, пойдемте на участок и посмотрим, как себя чувствует однолетка, ну, у нас уже были морозы, минус 17, минус 20 было, потом у нас, но снега не было, сейчас обещают снег, завтра, и я думаю, что он обиделся на нас, он обиделся, сегодня 5 января, еще раз повторяю, все, кстати, в прошедшими праздниками, думаю, Рождество будет снежное у нас, если Новый год не вызвался, то Рождество будет снежное. Да, не пилось, да? Да, вот такие дороги у нас, сейчас мы на участках приедем и снимем однолетку и все растения, которые там, да, именно малыши, да, остальные, в принципе, все выдержат, скоро скорее всего мы переберемся уже на наш непосредственный участок и там уже дома ничего у нас не будет, может быть какая-нибудь экзотика, а так в принципе вот еще один член нашего дружного коллектива Здорово, да, на участок снимать, сними его, чтобы народ знал своих героев в лицо, видео в тебя вставим, А зачем нам вороты-то не нужны, ты можешь Ну, машина Ну, вот, мы приехали, так, глушимся, ручик золотой, Ну, здесь мы вот посадили осенью изгорать, ну, уже в ноябре, в конце ноября Да, поздно посадили, просто очень поздно, да, на следующий день мороз тоже вдалил, ну, тоя книжка спокойно себя чувствует нормально Так, камеры у нас работают, помахай маме ручкой Ну, вот, мы находимся на питомнике Сразу пойдемте, ну, тут, в принципе, все растения, нормальность я чувствую Писта кавказская, вон там дальше, но потом подойдем к ней Не спеши, не спеши Да, вот коника, которая тоже была куплена в пятерочке, которая вот растет до сих пор у меня Да, растет медленно, но она вот здесь при тенении солнца, бьет оттуда от сетки, то есть она практически в полу тени И нормально себя чувствует Но наша задача, главное, посмотреть пятилетку Ой, пятилетку, однолетку, извиняюсь Тут у нас растения, в принципе, все нормальные Ель обыкновенная, чувствует себя нормально Ель колючая, тоже чувствует себя нормально Ну, вот здесь можно попробовать Пихту посмотреть Пихта Нормана, двухлетний возраст Пихта Нормана, ну Где-то она желтенькая, но это не значит, что она пропала В основном она вся зеленая, прекрасного цвета Ну, сантиметров десять Почка хорошая у нее На следующий год она пойдет прекрасно себя чувствовать будет Ну, как видите, мы ее оставляем так, ничего с ней не сделаем Это двухлетка, да? Это двухлетка, сеянец очень прочный, как проволока Так что снега, ему бояться, я думаю, нечего Сосна крымская, ну, тоже Если уйдет даже под снег, ничего страшного, с ней не будет Это двухлетние саженцы Ну, а здесь мы накрыли однолетку, если можно видеть Да, мы ее накрыли именно от снега Ну, чтобы ее не подавило сильно Хотя, я уверен, что с ней будет все нормально Она тоже, как вон, проволока В принципе, если ее придает, то она потом весной себя нормально будет чувствовать Сениц хороший, все нормально То есть мы ее под снег не оставляем, да? Накрываем Ну, да, желательно накрыть Но, в принципе, можно и под снегом Однажды у меня она росла во льду И прекрасные потом сеницы были Ровные, все красивые Ну, здесь все, что побольше В принципе, все остается под снегом Я думаю, завтра все-таки он пойдет Уже, знаете, думаешь, тут охота не охота его Я уже привыкли без него Ну, вот здесь у нас трехлетка Ну, я думаю, тоже нормально все будет Под снег уходит А вот там, если можно видеть Вот, внизу Уже это шестилетние саженцы Если там видео войдет Вот там, которые маленькие были, тоже шестилетние Вот, опять же, они тут все перебираться будут И будут на посылки уходить А то, что она останется мелкая Все останется нам Ну, вы видите, и примерный рост их Вот трехлетка, вот шестилетка Много вопросов есть тоже Как быстро она растет Ну, вон, да, можно видеть пихту Кавказскую, Нормана Тоже прекрасно себя чувствует Тоже были еще и будут морозы Я думаю, с ней ничего не случится Вот здесь пять Бру, шесть почечек Хороших, прекрасных Которые пойдут в следующем году И будет все хорошо Еще хотел рассказать по поводу цвета Вот эта елка, она болеет И у меня было уже видео про нее Я задумал ее Она была ярко-голубая Кто там жалуется постоянно на цвет Это ель колючая-голубая Хоть как ее называть Ель глаука Одно и то же Вот смотрите Вот здесь сидит саженец Он явно голубой Вот та была точно такая же Точно такая же Точно такая же Просто она у меня приболела И мне пришлось ее пересадить Но я думаю на следующий год Если даже не на следующий год Но через пару лет Я обязательно ее сниму И она будет прекрасным Голубым цветом А сейчас Да Она извините Такая В принципе все растения себя чувствуют нормально Это туя глобоза Она живая Ничего с ней страшного нет Просто здесь Рыжая Это все убрать А тут даже видно Что Ну ее надо формировать Если честно Глобоза Она такая Что Она растет побольше Побыстрее Круглая Да Ну не очень мне нравится Если честно Ну Однолетку оставим под снег Я думаю ничего страшного с ней не будет Ну может быть будущем Накрою ее Не знаю Сейчас Сказать ничего не могу Будет снег Будем убирать потихоньку Чтобы сильно не раздавило ее Вам желательно Если есть Однолетка Взять и накрыть ее Все саженцы Которые посажены Осенью Тоже накрыть Кроме ели А так Если взять саженец Посмотреть То она тоже Уже Как почернел Стволик Так Уже Ей Ничего не страшно Она не загниет Ничего не испортится Ничего с ней не будет Не трогайте ее Пусть растет А потом Через два года Два года не трогать Через два года Рассадить Вот здесь Хорошие Красивые Ровненькие То что Это снизу Пожелтело Это ничего страшного Тоже не будет Вот увидите Какая она будет Прекрасная В следующем году Вот это сорняк У нас Итак, уважаемые друзья На этом все Вы были на канале Питомника Хвойный дворик И с вами был Евгений Филимонов Всего доброго Удачи